Глава пятнадцатая Книги Йова И отвечал Елифас, фемонитянин, и сказал, — станет ли мудрый отвечать знанием пустым и наполнять чрево свое ветром палящим? Оправдываться словами бесполезными и речью, не имеющей никакой силы, да ты отложил и страх, и за малость считаешь речь к Богу, нечестие твое настроило так уста твои, и ты избрал язык лукавых, тебя обвиняют уста твои, а не я, и твой язык говорит против тебя, разве ты первым человеком родился и прежде холмов создан, разве совет Божий ты слышал и привлек к себе премудрость, что знаешь ты, чего бы не знали мы, что разумеешь ты, чего не было бы и у нас, и седовласый, и старец есть между нами днями превышающие отца твоего? Разве малость для тебя утешения Божий, и это неизвестно тебе? К чему порывает тебя сердце твое, и к чему так гордо смотришь? Что устремляешь против Бога дух твой, и устами твоими произносишь такие речи? Что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть правым? Вот он и святым своим не доверяет, и небеса нечисты в очах его, тем более нечист и растлен человек, пьющий беззаконие, как воду. Я буду говорить тебе, слушай меня, я расскажу тебе, что видел, что слышали мудрые и не скрыли слышного от отцов своих, которым одним отдана была земля и среди которых чужой не ходил. Он считает его, как царь, приготовившийся к битве, за то, что он простирал против Бога руку свою и противился вседержителю, устремлялся против него с гордою выею под толстыми щитами своими, потому что он покрыл лицо свое жиром своим и обложил туком ледвей свои. И он селится в городах разоренных, в домах, в которых не живут, которые обречены на развалины. Не прибудет он богатым, и не уцелеет имущество его, и не распрострется по земле приобретении его, не уйдет от тьмы. Отрасль его иссушит пламя, и дуновением уст своих увлечет его. Пусть не доверяет суете заблудший, ибо суета будет и воздаянием его. Не в свой день он скончается, и ветви его не будут зеленеть. Сбросит он, как виноградная лоза, недозрелую ягоду свою, и как маслина стряхнет цвет свой, так опустеет дом нечестивого, и огонь пожрет шатрым сдаимца. Он зачал зло и родил ложь, и утроба его приготовляет обман.